Садись в машину! Нет! Зелёный змей, 17-летний подросток, пугал прохожих. Ушли в запой, трое глининградцев дебоширили в квартире. Пьяная школьница, обзор ДТП за минувшие сутки. Насильник за решёткой. Рецидивиста снова отправили в тюрьму. Успокоить Максима было трудно даже целому отряду патрульно-постовой службы. Молодой человек изрядно перебрался коголем и стал приставать к прохожим на улице кинотеатра Поведы. Многие разбегались в испуге, но не все. Один из прохожих пытался угомонить Буяна. Завязалась драка не в пользу Максима. Садись в машину! Нет! У парня началась настоящая истерика. Он то плакал, то начинал сопротивляться представителям правоохранительных органов. Максиму только 17 лет. Чтобы узнать, всё ли с ним в порядке, в отделении ему вызвали кортеж скорой помощи. Медики установили, молодой человек в норме, просто пить ему не надо. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. В квартире двое мужчин и женщинам. Соседи рассказали, компания пьет уже третий день. В помещении постоянно шум, жильцы пытались сами успокоить гуляк, но бесполезно. При виде полицейских буйные жильцы заметно успокоились. Хозяина квартиры забрали в отделение на допрос. Сотрудники правоохранительных органов предупредили, если соседи ещё раз пожалуются, вся компания надолго отправится в отделение. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. В воскресенье вечером на улице Черняховского в Калининграде водитель Ауди на закупление дороги не справилась с управлением и врезалась в дерево. Как выяснилось позже, 17-летняя девушка и её подружка оказались ученицами Калининградской школы номер 36. Обе были в состоянии алкогольного опьянения. По словам юной гонщицы, ключ от автомобиля ей передала мама перед отъездом в командировку. Отец часто садился за руль нетрезвым, вот мать и оставила машину под контролем дочери. В итоге та сама села пьяной за руль. Суд Ленинградского района арестовал обвиняемого в попытке изнасилования несовершеннолетней. Поздно вечером 5 октября калининградец напал на возвращавшуюся домой 18-летнюю девушку. Он затащил её в кусты рядом с подъездом одного из домов по улице Толстого. Избил и стал срывать с жертвы одежду. Крики девушки услышал молодой калининградец, который выскочил на улицу и спугнул насильника. Увидев, как тот убегает, мужчина бросился в погоню. Освобождённая девушка побежала в другую сторону и увидела проезжающий мимо экипаж вне ведомственной охраны. Полицейские отправились на поиски преступника. Вскоре они увидели двух боровшихся мужчин. Он был неоднократно судим, и в том числе за преступления сексуального характера. В местах лишения свободы он провёл более 20 лет. После недавнего освобождения работал на стройках города. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ